Всем привет, с вами Наташа Беларусь и я рада видеть вас на своем канале. Девчонки, я уже по традиции перед вами без макияжа, потому что мы сейчас с вами будем делать биотатуаж бровей хной в домашних условиях. В общем, просмотрев это видео от начала и до конца, вы без труда сможете делать себе эту процедуру в домашних условиях. Я расскажу вам о каких-то тонкостях. У меня уже есть подобное видео, если вдруг вы его не смотрели, сейчас сверху где-нибудь всплывет ссылочка, посмотрите, там я пользуюсь очень бюджетной хной Нила и она в принципе работает очень даже неплохо. Но сегодня в видео мы будем с вами тестировать очень-очень раскрученный бренд для бровей CC Brow. Сейчас мы с вами будем, здесь очень много разных баночек, скляночек, сейчас мы с вами будем выяснять, собственно говоря, что из этого на самом деле нужное, а что является просто какой-то левой атрибутикой и просто прибамбахами, которые в принципе покупать можно и не покупать, обойтись без них, получить тот же самый классный эффект на ваших бровях. Так, давайте приступать, не буду я долго тут разговаривать. Так, что у меня, во-первых, в этой коробке? У меня здесь скраб, шампунь, активатор, праймер, масло, в общем, абсолютно все для того, чтобы делать чуть ли там не салонную процедуру биотутажа бровей хной. Давайте будем все делать поочередности и потом, собственно говоря, сделаем с вами выводы. Так, первое, это, наверное, надо сделать скраб. Вот такая вот, кстати, классная баночка, и она не маленькая, я думаю, 100 мл, я думаю, здесь написано, что это 100 мл. Давайте приступать. Внутри у нас такое вот содержимое. Такой легкий косметический аромат, ничего такого ярко выраженного нет. Нет, я еще ни разу не пользовалась. У меня на лице абсолютно ничего нету, я приняла душ и сразу же приступила, приступаю к окрашиванию вместе с вами. Скрабик очень мягенький на кремовой основе. Такого, что прям жесткого, да, трения я не ощущаю. Влажным ватным диском удаляю остатки скраба. Дальше у нас с вами вот такая вот малюсенькая баночка шампуня. И для бровей теперь есть шампунь, чего только не придумают. В ванной все это было бы, конечно же, удобнее делать, но нам же надо с вами все посмотреть. Чуть-чуть возьму этой шампуньки, нанесу. Ой, приятно пахнет, кстати. И диском все это протрем. Главное, чтобы у нас ничего на бровях не оставалось. Удаляем хорошо. Хорошо. Я подождала, пока брови высохли. И третий этап это праймер. Проще говоря, это обезжириватель, потому что в составе здесь вода, аллотаин и этиловый спирт. Но мне кажется, что праймерам удобнее. Вам не надо ничего искать, ни какие там салфеточки. Тем более здесь 50 мл хватит очень надолго. И, девчат, праймер, если предыдущих два этапа, скраб можно заменить на ваш любой скраб для лица. Только самое главное, чтобы он был особо без содержания масел, не жирный. Шампунь. Это тоже вы можете заменить своим шампунем глубокой очистки. Главное, чтобы это не был шампунь там два в одном, типа шампунь и кондиционер. Ну, я думаю, что это все элементарно. А вот праймер это важная вещь, потому что если вы тщательно не обезжирите поверхность перед нанесением хны, она не ляжет ровно и так, как нужно, не схватится. Поэтому вот эта вещь и этот этап важный. Я очень тщательно обезжирила брови. Дальше у меня есть вот такая вот рюмочка специально для бровей. Ну, или, допустим, если у вас есть пьющий родственник, и вы за него переживаете, на застолье можете ему поставить так на стол. А это тебе. Как вы думаете, обидится человек? Так, ладно, давайте отъехали. Так, у меня две новые линейки. Это вот такая вот хна. И это, я так понимаю, профессиональная линейка, но ее может приобрести каждый. У меня два оттенка. Светло-светло-русый и серо-коричневый. Русый это оттенок миндаль. И серо-коричневый, мне кажется, это самый универсальный цвет. С помощью вот такого вот комбо можно покрасить как очень-очень светлую блондинку, так и достаточно холодную темную шатенку. Поэтому, если не знаете, какие оттенки брать, можете брать два вот этих цвета, и они будут вам универсальны. По крайней мере, по той инструкции, которая была у нас внутри. Цветов много. Выберите на любой цветотип, цвет ваших волос. Линейка достаточно широкая. Можно даже и не брать. Два оттенка вы можете подобрать среди этой линейки. Тот цвет, который подойдет конкретно вам. Я буду смешивать один к одному, две вот эти вот баночки. Здесь у нас по 5 грамм средства. Я еще его не пробовала и даже особо не... Слушайте, ну, баночка очень классная. Она такая металлическая. В такой баночке она будет храниться очень долго. Формат, конечно, у них заслуживает внимания и очень даже такой достойный. Лопаточкой. Такая вот у меня лопаточка. У меня, кстати, от Lucas Cosmetics есть еще и пинцетик. Мы в конце подщипаем немножко бровок и также кисточка. Я вам скажу, понравился мне этот пинцет или нет. Один к одному, в общем, я буду сейчас накладывать сюда хну и накладывать, ложить сюда хну. И у меня есть активатор. Сейчас я вам все подробно расскажу и про активатор. Нам совершенно не понадобится шпатель, потому что здесь маленькое отверстие. И будет удобно насыпать содержимое в наш стаканчик. Все, хну я насыпала. Сейчас я ее кисточкой перемешаю. Прежде чем соединять все это дело с водичкой, нужно перемешать. Конкретно для этой хны отдельно активатор не нужен. Но он у меня есть, поэтому я его немножко капну. Для чего нужен активатор? С активатором хна будет более стойкая. Она будет раскрываться более насыщенно. И браться даже на ту кожу, на которую часто хна может не схватываться. Поэтому я добавлю немножко активатора, просто потому что он у меня есть. Добавляется он один-один-один. То есть одна часть активатора, часть хны и одна часть воды. То есть не только активатором разводится наш с вами хна. Здесь, кстати, и удобный формат этого активатора. Он, смотрите, с такой пипеточкой. Мне кажется, что это суперудобно. Я сейчас добавлю пару капелек и шприцом просто добавлю теплую водичку. Консистенция этой хны должна быть примерно как густая сметанка. Самое главное, что она не должна у вас растекаться. Все, я уже начинаю наносить хну. Для этого мне понадобятся вот такие вот палочки с остреньким кончиком. Для того, чтобы было удобно, если что, подправлять. Если вдруг я куда-то вылезу. Начинаем нанесение хны больше с кончика. Вот где у вас верхняя, наивысшая точка брови. Мы начинаем наносить и заполнять кончик. Так как кончик нам нужен самый темный. Поэтому мы наносим хну первым делом на те участки, где вам нужно самое яркое интенсивное нанесение. Не старайтесь наносить сразу толстый слой. Эту хну лучше наслаивать. То есть мы потом донаслоим и цвет проявится еще более интенсивный. В общем, давайте я все буду делать. И вы будете все наблюдать и смотреть, как я это делаю. Я просто наношу хну, как будто я рисую брови помадкой. И распределяю хну для того, чтобы она лежала максимально равномерно на поверхности брови. Если вдруг мне где-то что-то не нравится, сухой палочкой просто подправляю. С этой хной, кстати, работать проще, потому что она, знаете, такая очень-очень мелко смолота. Нила, она такими мелкими крупиночками. А здесь хна мелко смолота, поэтому ее легче наносить. Знаете, вы ее не размазываете, да, а наносите именно слегка подталкивая состав. Как только вы начнете ее наносить, вы поймете, что как ее, да, то есть не нажимайте слишком интенсивно и сильно, а размазываете и подталкиваете состав к кончику для того, чтобы не намазать, да, себе бровей Брежнева. Так, вот эта бровка слегка уже начала подстывать, поэтому я начинаю уже подбираться ближе к основанию. Чем дольше хна будет находиться на ваших бровях, тем она будет интенсивнее. И чем более плотный толстый слой, хна тоже будет более интенсивная. Поэтому на кончик я сейчас добавлю еще немного хны поверх. Видите, я уже состав слегка растянула. Теперь я подожду примерно 3-5 минуточек и только потом уже начну подбираться к самому основанию бровки. 3-4 минутки прошло. Добавляем состав на нашу с вами растушевочку и подбираемся к основанию, но не до конца еще. Видите, еще раз, да, краешек у нас растушеван и самой хны не слишком много для того, чтобы она не была слишком яркая. Прошло еще примерно 5 минут и теперь я уже начинаю заполнять всю бровь. Все по той же схеме, добавила на нашу растушевку и потом начинаю подбираться к основанию. Все, брови мои полностью заполнены. Теперь я жду, примерно я буду ждать 7-8 минут. Все зависит от того, какую яркость и интенсивность вы хотите у своего основания бровей. Кончики у нас и так уже с вами будут яркие, потому что прошло более 10 минут, когда у нас здесь красочка. За 7-8 минут это будет примерно средняя интенсивность, основание не будет прям такое прям ядерное. Так, время наконец-то вышло, пора из Брежнева превращаться в обычную девушку. Берем два ватных диска, смачиваем их в водичке, приложим ватные диски к бровкам и пускай хна немного растворится. Вам будет легче ее потом удалить. Хна немножко растворилась и я все это дело удаляю. Так, ну что, девчатки, бровки окрашены. Мне результат нравится. Не вырви глазные такие брови Брежнева. Давайте, у меня еще есть вот такое вот маслечко для бровок. Написано, что если использовать это масло, именно это масло для бровей, краска будет более интенсивная, она будет более яркая. Нанесли и жирненько. Ой, оно такое плотное. Очень плотное. Я, конечно, даже с капелькой переусердствовала, потому что столько масла, конечно, и не нужно. Приятный, кстати, у масла косметический аромат. И оно такое прям плотное-плотное. Я думала, что это будет обыкновенное масло, но нет, оно очень плотное. На обычное масло не похоже. Я совсем забыла, что я обещала вам протестить и пинцетик от Lucas Cosmetics. Давайте я попробую. Ну, вы знаете, волоски схватывает, но мне как-то не очень удобна эта форма. В общем, буду тестировать, и если понравится, то обязательно вам расскажу. Давайте быстренько подведем итоги, что же важно, что нужно. Понравилось, не понравилось. Как вы поняли, что сама хна мне понравилась. Очень красивый холодный коричневый оттенок. Скраб и шампунь я вам говорила, что это не самая обязательная вещь. А вот праймер однозначно рекомендую к покупке. Он обезжиривает, и с помощью него ложится все равномерненько. Вот эта вот вещица, активатор, она как бы не обязательная. Ну, если краска с ней будет на самом деле лучше держаться и лучше раскрываться, то в принципе тоже, да, можно приобрести. Маслечко понравилось. Хотела сказать, прежде чем его использовать, что, наверное, оно не нужно, но оно такое плотненькое, и даже можно бровки, в принципе, укладывать. И если, опять же, это масло будет способствовать тому, что хна будет держаться лучше, то, в принципе, тоже можно рекомендовать. Кисточка удобная. И, конечно же, самая основная это наша хна. Плюс у меня здесь вот такая вот паста. С этой пастой у меня в первом видео есть урок, поэтому если вдруг вы не знаете, для чего нужна эта белая масса, то можете посмотреть предыдущее видео. Вот и все, девчонки, что я хотела вам рассказать. Если была вам полезна, обязательно ставьте класс. Всем спасибо. Пока-пока.